Гребнев Алексей Викторович Добрый день, друзья, коллеги! Сегодня 9 сентября. Мы продолжаем нашу историю, которая связана с конференцией, прошедшей 3 сентября. И посвящена она была громкому такому, под громким названием прошла Premium Experts. В ней было три направления. Про медицину, про практику и про бизнес. И увидели мы среди участников, кто зарегистрировался на эту конференцию, больше 1700 человек. Но что нас радует больше всего, мы увидели уже больше 2500 просмотров, материалов, которые выложены в открытом доступе. И каждый из вас может вернуться и увидеть те дискуссии, которые породили достаточно большое количество вопросов. И вчера, и сегодня, и завтра мы продолжим задавать вопросы нашим спикерам, которые любезно согласились на них ответить. 90, если не сказать 99 процентов, не вошли в онлайн ответов во время конференции и не были показаны в прямом эфире. И сейчас, чтобы восполнить этот недостаток, мы приглашаем по очереди, по мере того, как они освобождают в свое время, спикеров, с которыми было огромное удовольствие побеседовать. Одна из наших дискуссий была посвящена Его Величеству рынку, и участвовали в ней Илья Фридман, Лиана Давидян и сегодняшний наш гость Алексей Гребнев. Мы попытаемся в итоге нашего интервью сконсолидировать эти вопросы в какие-то более или менее логичные блоки. Сегодня наша трансляция не идет в прямом эфире, она пойдет в записи, но я надеюсь, что хуже качеством она от этого не станет. Итак, я готова вам представить Алексея Викторовича Гребнева, и для того, чтобы не пропустить его регалии и звания, я буду подсматривать свою шпаргалку. Алексей Викторович закончил первый Ленинградский медицинский институт по профессии лечебное дело. Он специалист в области организации здравоохранения и является медицинским советником нескольких организаций. Его специализация – это управление качеством услуг, формирование подходов к развитию и масштабированию медицинского бизнеса. Это громко звучит, но это соответствует действительности. Он специализируется также в области создания и развития коммуникационных каналов сбыта, развития потребительского интереса к предлагаемым рынкам, услугам через различные каналы, как-то создание продающей рекламы, пиар-компаний, поиск оптимальных верных решений. В целом можно назвать его профессию – консультирование медицинских организаций в области менеджмента, команда образования и сервис-ориентирования. Ну и когда человек имеет 20-летний опыт не просто медицинской деятельности, но и организации в области медицинской деятельности, то мнение этого эксперта нам особенно интересно. Здравствуйте, приветствую всех тех, кто будет смотреть этот эфир, кто уже смотрит. Давайте разделим нашу беседу на две части. Первая – это мы вот реально ответим на вопросы тех, кто их задавал в онлайне. А затем мы можем поговорить и поинтерпретировать то, что не попало в вопрос, потому что мы дали обещание дать ответы на вопросы, которые являются потребностью нашей аудитории. И вот первый вопрос, который мы получили, это Нина Александровна из Нижнего Новгорода. Это не просто врач-дерматовенеролог, но еще и собственник клиники Alive. Она пишет, случается ли так, что за помощью к вам обращается управляющий или директор, а не собственник клиники? Управляющий, директор, собственник – это все составляющие одного звена менеджмента верхнего управления, то, чем в принципе мы и занимаемся. Конечно, когда обращается владелец и он ставит задачу разобраться, если он не из медицинского бизнеса, это одна история, и, как правило, управляющие люди, которые в его бизнесе присутствуют, воспринимают нас не всегда хорошо, точнее, всегда практически не хорошо, с настороженностью, потому что у них возникает страх, зачем мы приходим, что мы будем искать в этом бизнесе, что мы будем находить в этом бизнесе, и к чему это все, то есть к их увольнению идет или что. Поэтому первое, на что приходит, когда нас нанимает управляющий или еще, когда он рекомендует владельцу пригласить внешних консультантов, это то, что у него уже нет страха, и мы с ним уже не будем воевать. То есть, по сути своей, он сам понимает, что сегодня настолько все движется быстро, ему нужны знания здесь и сейчас, до которых, может быть, он дойдет на каких-то образовательных курсах, но это пройдет время. А конкуренция, как вы понимаете, с каждым днем дает нам новые грани, чем мы будем конкурировать сегодня. Что является причиной того, что собственник принимает решение, мне нужна помощь, мне что-то надо в организации нашего бизнеса изменить? Что, как правило, является мотивом? Вчера бы я сказал то, что если человек незачем не обращается и все делает сам, это самый успешный, это лидер, и, конечно же, все классно, все здорово. Сегодня я так не скажу по одной простой причине. Реально много что изменилось за последние месяцы для нас. Многие технологии, которыми мы не пользовались, начали завоевывать все пространство. И если мы что-то сегодня отрицаем в этих технологиях и к чему-то сами не пришли, значит, мы начнем отставать. Обращается за внешней консультацией или же за такой внутренней работой в компании сегодня тот человек, который хочет развивать свой бизнес. Или, по крайней мере, сохранить его на тех объемах, которые у него есть. Сильно не просесть. На какие вопросы собственник, пытаясь найти ответ, не находит его и вынужден прийти? Мне хочется более жизненно эту ситуацию как-то обрисовать, прям картинку нарисовать. У меня падает выручка. Что с этим делать? У меня ушли там два врача, и у меня просел бизнес. Это такие мелкие вопросы, но они реально изменяют финансовый результат клиники. Может быть, есть какие-то принципиально глобальные осознания? Можем ли мы их выразить в конкретном вопросе? Много лет назад, это, наверное, был где-то год 2004-й примерно, я обратился к одному редактору, которого мы тогда взяли только в журнал, появился журнал «Империя красоты и здоровья». Это был 2004-2005 год. И попросил литературным языком оформить мои мысли, потому что вроде бы я доктор, и для себя я взял такую задачу написать анамнез бизнеса, про бизнес-составляющую. Но тогда я не занимался клиниками, а занимался прочь салонами красоты. И вот мы собрали анамнез жизни этого предприятия для себя, анамнез заболевания здесь и сейчас, кого мы можем пригласить, профессора, доцента, студента, для того, чтобы дальше провести какую-то диагностику, еще что-то. Вот если руководит нашим предприятием человек с медицинским образованием, он поймет, что от точности созданного, правильно собранного анамнеза будет зависеть и тот диагноз, который сам владелец будет лечить, и консультанты, которые разделяют это мнение. Кстати, это был известный человек, который просил сделать это на тот момент, еще не консультант на нашей, но уже движущая такая персона, была «Москвичок». И мы с ней вместе тогда создали вот этот первый опросник. Удивительная вещь, но даже сегодня он живой. И когда я уже по организации здравоохранения писал свои работы, я решил то, что работу по заключению курса я напишу именно в этом ритме. Если кому интересно, я могу сбросить. Там много что можно для себя подчеркнуть интересного, но именно отвечая на вопросы, мы получим ответ. И ответить, какой вопрос волнует больше, мы всегда себя будем обманывать. Нету такого, потому что сервис ориентирования – это очень большая составляющая. Это не просто там скрины у кого какие есть, это не просто там внедрение программы лояльности или индексов, в НПС, там, всего чего угодно. То есть у работы, которую делаем мы, вообще размытые грани. И по сути своей, большая часть консалтеров, которые приходят, я вообще им не завидую. Потому что для меня консалтинг закончился, ну, когда я еще занимался спа-бизнесом. Потому что я тогда для себя понял, что не цель задачи, ты не все сделаешь за человеком. Представляете, Нина Сергеевна, вы приглашаете консалтера, которому даете управлять своей компанией. Ну что, вы не будете лезть? Я этому учусь всю жизнь. Знаете, моя голубая мечта – пригласить человека на позицию генерального директора, делегировать ему процесс управления компанией, а стать рядом с ним в качестве его тыла, не знаю, там, дополнительного интеллекта, дополнительного опыта, дополнительных возможностей. Ну нет же идеальных руководителей. И вы знаете, я этим занимаюсь всю жизнь. И мы даже попробовали многих исполнительных директоров. К сожалению, мы пока этому не научились. Вы ревнивый человек. Вы будете ревновать это, потому что что-то уже начинает, понимаете. Такую сейчас ситуацию ввели на государственном уровне, если вы знаете, тем, кому за 70 лет они не имеют права возглавлять большие крупные федеральные объекты. Вы, наверное, это слышали. И уважаемые люди, им пришлось от своей должности официально уходить. Но, как вы понимаете, если он был президент этой большой ассоциации, то он просто стал еще выше. Появилась еще одна функция, еще одна должность, которая раньше не была в штатном расписании. И поэтому, когда мы являемся советниками или еще чем-то, то это как раз и есть то, что называется мыслями. Все равно эта организация будет жить этого человека. Вот в моем четком понимании, если это мое и оно мне надо, я в это буду вникать. У меня были салоны красоты, над которыми я издевался. Я не влезал в управление. Мне было интересно посмотреть, как с этим справляются управляющие команды и все остальное. Но хочу сказать, ни к чему хорошему это, естественно, этот бизнес не привело. Я бы не согласилась с вами, потому что опыт говорит о том, что вот у нас есть, например, клиники, мы в деятельность клиник не вмешиваемся вообще и никак. Вот реально никак. Они обращаются за помощью, они обращаются с вопросами, и мы вместе обсуждаем и приходим к какому-то выводу, но в управление клиниками вообще никто не вмешивается. И это работает. Я могу сказать, что у нас в компании выстроена работа, ну, наверное, командным, можно сказать, потому что если кто-то придумывает проект и реализует его, то его всегда реализует не один человек, а группа людей. И, собственно говоря, нет возможности вмешаться во все процессы. Даже хотя бы в силу дефицита времени и приоритетов. И совершенно прекрасно люди справляются с проектами самостоятельно, и это очень круто. Нет, возможность управления в тандеме возможна, и наша модель тому подтверждение. И на самом деле мне кажется, что это очень крутая вещь, когда можно задать вектор направления развития клиники, компании, частному, единоличному бизнесу, привлечь необходимую команду для этого и ей делегировать. Вот делегирование-то никто не отменял пока. И вы знаете, оно работает. Нет, на коллегирование никто не отменял. Работает оно на желание владельца и близкой когорты людей, в которых верит тот сам управляющий. Он становится на ваше место, понимаете, вас он не может укусить, потому что вы тот владелец, который инвестор, от которого он зависит. Это зависит его завтрашнее рабочее место, потому что это не его, но он уже в процессе. Он не может выйти на рынок завтра, вот так вот щелкнуть пальцем и найти такую же высокооплачиваемую работу. Это проблема. То есть я не верю в то, что управляющие клиники быстро находят себе работу. 100%. Я даже ради интереса сам иногда подаю на Headhunter сложные моменты, вот именно того, когда я понимаю то, что нестабильная ситуация в России. Я подаю объявление для того, чтобы посмотреть, а кому мой опыт нужен, то есть кто ко мне обратится, какие крупные компании, федеральные, частные и так далее. И это очень интересно, я вам скажу. Ездить на собеседование. Понятное дело, то есть я не ищу работу по найму в целом, но мне интересно посмотреть и пообщаться под этим углом с людьми, потому что не только, когда ты приезжаешь в компанию и ты ее консультируешь, а с той стороны, когда они ищут кандидата на эту должность. Очень интересная тема, если у нас остается, мы к ней вернемся. Слушайте, вы затронули вопрос, Алексей, клиента ориентированности, как один из ваших фокусов. Есть, кстати, вопрос на эту тему. Сервис ориентирования в клинике эстетической медицины. Что это в первую очередь? Внимание к деталям. Мы горим на мелочах. В целом мы выдерживаем прекрасно вектор того, что мы, бренд, наш сервис ориентирован на успешного человека или еще, ну, как мы стремимся всегда работать с платежеспособным, как мне кажется, классом. Мы про деньги, мы за деньги. И все наши на сегодняшний день, так сказать, красивые здания, в которых находятся наши клиники, они подчеркивают успех того, кто в них придет. Поэтому первое, сервис ориентированность, это, наверное, то, что мы взяли с отельного бизнеса. Я, например, очень много путешествовал, и, естественно, для меня было интересно посмотреть тот сервис, который оказывает уникальный пятизвездочный отель. Мне удалось его понять для себя лично, хотя, честно скажу, что, ну, вот то, что делают Арабские Эмираты по отношению клиентов своих, ну, вот тех, кто к ним приезжает, это безупречно. То же самое с теми же звездами в Европе, да, то есть отель будет по-другому чуть-чуть относиться. В России, ну, тут вообще все зависит от личности, которая приезжает, как мне кажется. Потому что в целом сервис везде одинаковый, согласитесь, в отелях. Машины тоже, в принципе, определенного класса одинаковые, более-менее. Но у каждой свой характер. Но то, к чему вы хотите вернуться, и то, что пройдет мимо вас, наверное, также и услуга, которую предоставляем мы на сегодняшний день. Потому что все зависит от большого количества диалогов, которые, в принципе, мы проводим в клинике. Это диалог по телефону. Первый наш контакт. Это когда нам перезванивают и нас ждут. Это входная группа, когда нас принимают. Это может быть администратор, это может быть дальше куратор нашего лечения. То есть в зависимости от того, кто первый стоит на входе. То есть это диалог с врачом. Это диалог с финансовым, я не знаю, директором, который принимает эти деньги, либо опять это администратор. Вот из всех этих крупинок диалогов будет складываться то сервис ориентирования, на которое, конечно, мы надеемся. Я уж не говорю об оборудовании, что оно должно работать, о времени, что оно должно быть под нас и так далее и тому подобное. То есть очень много чего. А самый главный вопрос, как всегда, процедура должна начаться ровно, скажем, в 10 часов. Она начинается в 10-20, потому что пациент опоздал. К примеру. Но бывает достаточно жесткий график в клиниках, и там уже следующий стоит. И тут возникает вопрос, а как остаться сервис-ориентированным, оказать услугу и принять следующего вовремя? Это вопрос ко мне? Нет, вообще в целом. Это в целом, то есть это, наверное, пауза повисает тогда, когда надо подумать. Мы же никогда об этом не думаем. То есть мы просто ставим такую ситуацию, что мы любим, чтобы наши кабинеты работали с утра до вечера. Мы понимаем то, что для нас сетка расписания, ведь мы как владельцы видим сетку расписания, цифры, еще что-то, аналитику. Но мы редко задумываемся о том, а как этот процесс будет происходить от А до Я. И со временем мы все реже и реже в него вмешиваемся. И этот процесс жизненно будет идти так, как удобно тем людям, которые его оказывают. И вот здесь важен тот регламент или тот скрипт, который не позволит дальше ввести какое-то свое. А вот он отточен вот по такому принципу, так и будет идти. Знаете, как, ну, в принципе, я очень плохо себе представляю аэропорт, проверку самолета до взлета, и если технический персонал что-то начнет делать от себя. Ну, не полетим. Можем где-то разбиться, согласитесь. А все-таки сервис ориентирования наше в бизнесе, нам кажется, что мы можем допустить администратору дать больше воли при общении с пациентом. Мы продаем, мы продаем это бизнес, медицинскую услугу. Вот медицинская услуга, чем принципиально отличается от любой другой услуги? Ну, и в плане клиента ориентированности тоже. Ну, медицинская услуга, она, во-первых, по 323-му федеральному закону по добровольному согласию. И мы в данной ситуации подписываем индивидуальное добровольное согласие каждый раз. Грешит этим эстетическая медицина, забывая подписывать определенный набор документов. Ну, то есть, вот я не знаю, почему, но имея лицензию, мы не всегда соблюдаем вот ту юридическую грань тонкости, которую сегодня соблюдать надо. От слова просто надо. 100%. Поэтому ваш юридический отдел, который вы создали и в компании, и в клиниках, и тот, который помогает рынку развиваться, очень важный, на мой взгляд. И вот эту культуру нужно вводить. Именно юридической безопасности. Что касается всей услуги медицинской, то все-таки еще культуры потребления эстетической медицинской услуги, на мой взгляд, нет. Потому что большая часть позволяет себе получать эту услугу с нарушением определенных внутренних, так скажем, требований к самой медицинской услуге. Это и помещения, это и неопробированные оборудования, что очень часто бывает, не зарегистрировано на территории Российской Федерации. То есть много, но те, которые потом разбираются в больших конгрессах в виде осложнений. Поэтому, если мы говорим о той медицинской услуге эстетической, которая должна быть, мы ее пока не видим, потому что у нас нет стандартов этих услуг. Поэтому оценить мы можем только условно. Нравится она мне, не нравится, как клиент и хочет. Было до, стало после. Вот когда появится стандарт, появится статистика, как ее выполняют, что есть, а пока этого нет, все это делает сама внутренняя организация под себя. Либо, если они объединены в какие-то саморегулируемые организации, то вышестоящая организация предлагает им работать по такому протоколу. Мы опять уходим в скрипт, в регламент, в протокол, в стандарт, где мы что-то можем оценить. То есть просто так на отмышь было 10 пациентов, все довольны и все когда-то еще раз придут. Ну, это не бизнес. Хотя до сегодняшнего дня такие существуют медицинские центры, именно эстетические. Согласны? А среди ваших партнеров есть клиники именно эстетической медицины, где можно было бы сказать, что вот эта мечта протоколов, стандартов, алгоритмов внедрена и работает? Больше стоматологически, конечно же, потому что этот бизнес более на сегодняшний день прошел быстрее путь своего развития, то есть внедряя это у себя, потому что появились большие чеки, появились потребительские экстремисты, претензии. Мы, естественно, видим то, что они уже это все внедряют достаточно активно. у нас в эстетике, конечно, тоже есть, и в основном это центры, которые уже масштабировались, те, которые начинают водить свою франшизу, те, которые умеют с этим работать, и вы, и я, мы их знаем, поэтому есть. А если мы работаем на каком-то маленьком объекте, 3-4 кабинета, да, там, с валовым оборотом до 3 миллионов, ну, наверное, мы можем все контролировать просто, да, как любой производственный процесс. Когда у тебя своя кухня, тебе надо закатать банки на зиму, ты их закатаешь, но вкус всегда будет разный. Когда ты открываешь производственную технологию, ты закупаешь и нужное оборудование, и, естественно, у тебя уже все идет ровно так, как есть. И банка 20-го года по вкусу не будет отличаться от банки 19-го, согласитесь. Потому что есть регламент и есть техзадания. Я все-таки вернусь к списку вопросов. Папко Ольга Николаевна, Нижний Новгород, Центр лечебной терапии Андромеды, главный врач, врач-косметолог, ну, естественно, дерматолог, пишет нам, насколько доктор активно принимают участие в процессе продвижения новых услуг, процедур. Речь про соцсети, активные личные коммуникации. Это их личное желание или это должно входить в перечень должностных обязанностей, как вы думаете? Это мое любимое, на самом деле, направление, да, понаблюдать за врачами, в соцсетях, за клиниками. Раньше даже я на эту тему вел определенные, там, скажем, мастер-классы, но потом понял, что на самом деле это опять вопрос наставничества, если ты хочешь сделать свою сеть лучше или этой клиники, то лучше заниматься ей вот именно индивидуально, а не рассказывать на курсах, как надо вести соцсеть и так далее, потому что, ну, у кого-то хорошо получается, кто деньги вкладывает, давайте назовем это так, кто не вкладывает, у того получается гораздо хуже. Принуждением врача веди свою соцсеть, потому что это надо мне, продвигая мой бренд, мы редко добьемся, даже если мы навязали руководителю вести аккаунт клиники, а он не знает, не понимает, что контролировать, как с этим работать, он не будет это делать. Но за последние три года я вижу, что потихонечку все пришло к тому, что практически 90% руководителей начинают вести свою соцактивность. Именно выбрали основным источником в большей степени Инстаграм, потому что там можно настроить рекламу, ее можно таргетировать и продвигаются как личные страницы лидеров мнения в центре эстетической медицины, косметологии, стоматологии, врача так называемого, так и страницы самих центров. Но всегда будет перевес в том, что если есть за этой страницей живой диалог, общение, интерес, эта страница будет развиваться. естественно, мне надо вкладывать деньги, потому что я не призываю всех участвовать в ГИВах для того, чтобы показать вот эти миллионы, десятки миллионов и так далее. У вас, кстати, есть замечательный пример вашего доктора. Она не имеет миллионов, но тем не менее внутренняя активность ее соцсети говорит о том, что тут все хорошо. Вот как раз таки все сервис ориентированно и работа с качеством и открыв такую страницу захочется к этому доктору прийти. То есть у вас есть доктора, которые достаточно качественно свои социальные сети. И таких докторов на рынке тоже много. Поэтому вести надо? Надо. Как договариваться? Ну, надо приходить к пониманию того, а зачем это надо ему, тому врачу. Не только вам продвигать бренд. Если вы говорите пиарь меня везде, но он же не пришел на должность джар-менеджера или там в пиар-отдел. Он врач. Заинтересуете, чтобы ему это было интересно. Как в песочнице дети играют, то есть всегда есть коллективная игра, когда строят замок. Есть то, когда каждый играет своей лопаткой в свой песок. Это зависит от того, какой взрослый стоит над ними. Есть вопросы и другим спикерам, но они часто пересекаются, поэтому я все-таки буду задавать как бы не по запросу, а кого именно нужно об этом спросить. Вот такой доктор стал успешен через 3-5 лет после того, как пришел в клинику. он достаточно профессионально пиарит себя в социальных сетях и пациенты приходят по его постам, по его историям в клинику. Вот он поработал 3-5 лет, а потом решил, что он готов уйти и заниматься своим собственным бизнесом. многие собственники написали, а зачем давать возможность продвигать доктору самого себя, потому что есть большой риск, что этот доктор тебя покинет и уйдет со целевой аудиторией твоих пациентов, которые принадлежат не доктору, а принадлежат клинике. Это позиция собственников некоторых. То, что вы предлагаете, оно немножечко в диссонанс идет с чаяниями и ожиданиями собственника. Он вкладывает деньги в Инстаграм, в Фейсбук, в другие социальные сети. Он продвигает клинику и возможные услуги, в том числе и доктора. Как найти баланс и согласие между врачом, профессиональным, можно сказать, практической звездой, конкурентным преимуществом клиники. Такой врач это конкурентное преимущество клиники и бизнес интересом в лице собственника. Как можно договориться об этом? Мне всегда эта ситуация напоминает путь мужчины и женщины, когда букет на конфетные периоды, знакомства, все классно, здорово, свадьба, живем, а потом раз и что-то не срослось. Так вот, когда мы к врачу или врач к нам начинает испытывать какие-то претензии, то это уже диалог семейной жизни. В моем понимании. И как вы умеете договариваться, как вы умеете хранить верность, еще что-то, так вы и будете проводить этот период. Ведь задача меня, как руководителя, объяснить, что взяв на себя всю ответственность по открытию своей клиники ты счастлив не будешь в ближайшие 10 лет. Это я тебе гарантирую. Потому что весь вот этот сложный процесс, который ты незаметно прошел здесь за 5 лет и рос только как врач, а я брал на себя всю ответственность по ведению документации, по диалогам с Роспотребнадзором, по получению лицензии, по наему всех других администраторов, которые обеспечивали твой сервис ориентированность. А завтра ты это все будешь делать сам, от первого лица. И ты будешь выбирать, работать тебе врачом, либо выполнять тебе мои функции. Но тогда тебе нужен будет врач. И вот этот диалог ведут на самом деле большая часть успешных руководителей каждый день. Они оставляют выбор за врачом, но тем не менее они не дают ему забыть, что вот в этой ситуации, когда он от него уйдет, он должен будет понимать, что он уже не сможет жить, как жил на этом предприятии, постоянно посещая новые конгрессы. Зачем счет был банкет? То есть фактически за счет клиники, потому что клиника, выполняя объемы закупок перед оторвающей организацией, давала такую возможность своему доктору ехать за новыми знаниями. Завтра это будет все за счет этого доктора, к примеру. Или же тоже как организация, которая постоянно что-то сделала новое, у кого-то что-то получилось, опробировали на аппаратах технологию, вы начинаете с ней знакомить кого? Врачей, которые работают на вашем оборудовании. Правильно? А завтра он уйдет из такой клиники и не факт, что у него будет возможность купить дорогостоящее оборудование. Он эту ошибку тоже сделает, он будет быстрее всего нацелен на себя. То есть я врач, который умеет колоть, ко мне больше всего шло на уколы и я не буду считать экономику, я буду понимать сколько мне остается. Колющих врачей много сегодня и конкуренция там совершенно своя. Но я вижу успешные центры сегодня те, кто все-таки оснащен высоко технологичным оборудованием. Это очень важно. Важна марка этого оборудования. Так же, как понимаете, на дороге мы замечаем определенный класс машин. и совершенно не замечаем тех, которых больше всего. Это советское производство лады. Я не говорю о том, что советское оборудование хуже. Нет. Я с удовольствием посмотрю на какое-то изобретение, которое сделали у нас на сегодняшний день с помощью вооруженных сил, которое представляет мощь, ум и всего остального. Ведь те Катюши, которые были в Великой Отечественной, то, что мы видим сейчас на параде, очень сильно поменялось. Я думаю, что если бы у нас, например, на сегодняшний день, как мне кажется, нету конкурентных предложений от этого рынка. Если бы появилась компания, которая имеет отношение к Министерству обороны, либо еще что-то, и предложила технологию лазеров, аппаратов по коррекции, фигуру, да все, что сегодня востребовано у нас, и просто бы довела это до ума и в рамках государственного партнерства, либо нашелся бы какой-то замечательный частный инвестор, который смог, зная этот рынок изнутри, работая с европейским оборудованием, предложить эту технологию на российский рынок, ну, это было бы а, конкурентно, с учетом сегодняшних сложностей, которые мы пережили из-за ковида, когда мы не можем посещать другие страны, когда мы не можем быстро завозить комплектующие, которые нам нужны, это бы очень сильно выручило российский рынок завтра, потому что услуга такая, как, например, лазерная эпиляция, она никуда не денется, она в пост, так скажем, вот летний, осенний период, когда разрешили выходить, просто перекочевала из центра больших городов в локацию, где живет пациент, потому что, ну, вот так случилось, и дальше вопрос, вернется ли он в центр, когда вернется на свою работу, это уже будет зависеть от сервиса ориентирования этого предприятия, сможет ли оно ему это дать, а пока он сидит, так скажем, в своей квартире, и имеет право выходить вот только в радиусе определенных километров, когда его ограничило государство, забрало у него свободу, то, естественно, он будет искать для себя ту технологию, которая находится рядом. Мне очень нравится тема, которую вы задавали, да, Алексей, по поводу создания хороших машин. Я разговаривала с Яной Евгеньевной Лопутиной не так давно, и я задала ей как собственнику вопрос, Ян, вот о каком оборудовании вы мечтаете? Она говорит, мне надоело покупать очень дорогие машины, ориентированные на одну, две, там, максимум три технологии, которые дают тебе ограниченное количество возможностей. Я мечтаю о машине, которая бы могла делать все, чтобы это был такой мультифункциональный не комбайн, а платформа, где по мере изменения рынка и потребности рынка можно было бы убирать и добавлять разные опции. Вот такой есть запрос. Вария Евгеньевне, конечно, виднее, объясню, наверное, почему, потому что все равно упирается все в квадратные метры и вот то, что есть кабинеты, они заполнены. Конечно, нет следующего кабинета, в котором можно поставить что-то интересное. Я все-таки, наверное, сторонник перестраховаться и мой, так скажем, жизненный путь прошел через компанию ВИП-клиник, когда мы продавали аппараты транзиона, лимфоджей, изоджей, это начало 2000-х годов, потом это стали успешные вип-лайны, которые стали везде стоять, рынок конкурировал тогда двумя основными машинами, это компания спортмедимпорт, аппарат LPG, и компания ВИП-клиник, это аппараты ВИП-лайн, которые были в разных комплектациях. Тогда рынок скупал все. По сути своей почему? Потому что математика была всем понятна. Ставишь аппарат, включаешь минус-стимуляции, 100 долларов за полчаса. То есть фактически в день ты можешь принять 20-30 человек поверх. Время было такое, что деньги эти были у всех, и люди на этом хорошо зарабатывают. И дальше просто зависело в каком кабинете у тебя стоит этот аппарат. Сколько у тебя кабинетов, которые могут одномоментно снимать такие деньги. Вот все убирается в кабинет. Если площадь позволяет, то конечно да. Если у вас площади нет, то тогда мы переходим к формуле, которую любит большая часть успешных руководителей, мы начинаем считать выручку с квадратного метра. И поднимать именно ее. Отлично. Слушайте, прекрасный ответ. А теперь еще один вопрос, он непростой. Тоже из-за аудитории. Я не знаю, к сожалению, автора, но мне очень нравится. Как вы представляете себе командный подход в работе врачей-инъекционистов и врачей-специалистов в области аппаратной косметологии? Знаете, я считаю, что как это не смешно или как это может быть я для кого-то открою что-то новое, всех тех, кто работает в вашей клинике, надо писать за партой. Учиться они должны всегда. Не только тому, что они делают, но и каким-то смежным специальностям. А если мы хотим найти какой-то компромисс, мы должны их научить считать. по сути своей мы должны ввести такую эстетическую арифметику. когда мы будем показывать нашей команде кто что зарабатывает, какая себестоимость и так далее и тому подобное в этом процессе. И тогда инъекционисты поймут, что им на аппаратах работать выгодно. А другие скажут нет, знаете, я буду готовить к этим аппаратам, но давайте так, вот она здесь заработает больше, потому что процедура стоит денег. А я буду ввести пациента, чтобы иначе что будет, он выберет либо там 4 процедуры инъекционные, либо курс аппаратных процедур. Вот чтобы этого не получилось, а лицо было гармоничное и все остальное и все было понятно, давайте сделаем так, я его готовлю, но с процедур, которые я не выполняю, выполняет моя коллега, я хочу тоже мотивационный бонус. Чтобы мы не говорили, мы говорим про деньги. Любой специалист, приходя к нам работать, он понимает, то что он может сделать оборот выше 3 миллионов, но для этого его должны загрузить маркетинговый отдел. Он не готов сидеть с утра до вечера, он готов приносить эти деньги, но при этом должно у нас появиться то, кто его загрузит на эту историю. Если, как вы говорите, он уже такой успешный, раскрученный, и у него все замечательно, то все равно это все закончится. По одной простой причине, потому что 70-летние доктора не очень на сегодняшний день звездят на небосклоне своей профессии. На самом деле врач это человек, который ищущий, думающий, развивающийся, обязательно в эстетике в себя вкладывающий деньги, потому что образование у нас только платное, у нас нет бесплатных модулей, это только платное развитие и непрерывное отраслевое образование, которое сегодня вводится, те модули, которые есть, оно тоже будет, на мой взгляд, оставаться всегда. К чему я это сказал? С утра у меня была переписка с успешным доктором, поверьте, это не косметолог, в моем кругу есть очень много успешных людей, это эндокринолог, которому запись как правило формируется на два месяца вперед. Человек, который за три года в Москве купил несколько квартир своим трудом, не своровал ничего, просто консультация стоит 15 тысяч у эндокринолога, все расписано, все хотят и так далее. Человек, который вложил в образование очень большие деньги, потому что является специалистом антиэйдж направления, которое сегодня не замечает государственная медицина, но оно очень востребовано среди платежеспособного населения, которое понимает то, что завтрашнее здоровье зависит от вот этих знаний, которые на сегодняшний день он сможет трансформировать в своем кабинете. Так вот, и этот врач сегодня мне написал, у меня совершенно нет времени и не остается его ни на что, потому что к моим постоянным учебам по антиэйджингу добавилось два новых направления. Мне нужно получить новый сертификат по организации здравоохранения, потому что она является главным врачом, естественно, ей нужно его продлевать. И, о боже, что меня удивило, она пошла на гастроэнтерологию получать дополнительное профессиональное образование, потому что сегодня все говорят о микробиоте, о том, что кишечник это второй мозг и так далее, и тому подобное. Естественно, кому они будут задавать вопросы? Ну, явно не врачу эстетической медицины. Про кал, кишечник и все, что с ним связано. Они будут искать человека, который к этому ближе. Если у него в дипломе написано, что он гастроэнтерология, значит, ему будут верить. Если у него написано, что он эстетист и висит диплом какого-то диетолога, верить этому будут 50 на 50 в моем понимании. Ведь в каждом случае, когда у нас появляется какая-то проблема, мы первое, что делаем, изучаем свой круг, а кто у меня эту проблему решит. И даже любая эстетическая проблема, которая комплексно сформировалась в понимании женщины, пациента, то, что ее надо решить, она может решиться не одним специалистом. Могу сказать на примере своей супруги. Если ей надо уколоть бутылотоксины, это один доктор. Если ей нужны аппаратные процедуры, это совершенно другая клиника может быть. и другой доктор. И, конечно же, если ей нужны нитевые технологии, которые она не ставила, но хочет поставить, это будет вообще, может быть, четвертый человек. Но не тот первый, которому мы привыкли ходить за постоянной услугой биоревитализации, гиалуроновой, там, не знаю, введения гиалуроновой кислоты или бутылотоксинов. Хотя и первый это делает очень успешно. Но ведь это и есть функция клиники, собственно, объединить под одной крышей вот этих разных специалистов, чтобы комплексно решить одну проблему. Вот это вот мы возвращаемся к моему вопросу, как их подружить между собой. Я услышала, что нужно их мотивировать. Мы квадратные метры убираемся, понимаете, если мы хотим в этот кабинет затолкать аппарат, в котором есть все, это вопрос. У нас больше нет кабинетов? То есть мы, наверное, должны задаться, какой оптимальный метраж должен быть сегодня у клиники эстетической медицины с направлением Pro-Age, то есть как есть расширение в гинекологию, в какие-то другие сопутствующие направления, кто еще может быть параллельно с нами. Мы нашли очень хороший, так скажем, альянс, очень хорошие модели и они уже работающие, они себя зарекомендовали, это когда мы открываем стоматологическую клинику совместно с косметологическим направлением, да, то есть раньше у нас было косметология, эстетическая медицина, это отдельный бизнес, стоматология, это отдельный бизнес. о боже, к началу 2020 я что увидел за последние там скажем 5 лет стоматологические клиники, которые приросли в эстетической медицине, их в разы больше стало, то есть у них есть хорошие оборотные средства, и они сегодня не просто открывают новую клинику стоматологическую, они завоевывают для себя новый рынок, то есть они пришли на рынок эстетической медицины, и поверьте, блага, которые у них есть, они внесут, и они научат нас быть более конкурентными, потому что их качество, я считаю, выше. Они умеют работать с медицинской документацией, у них более четко выстроенные мотивационные отношения в работе с персоналом, и у них ну вот если даже говорить прямо, вот когда у вас будет диалог с Ляной Довидян, владельцем клиники Аврора, которая принимала в нашем диалоге, вот у них есть четкое деление на то, где прибыль выше, то есть в какой-то момент это эстетическая медицина, где-то это стоматологический прием, но в конце концов вот это вот все это работает на одно, на общую прибыль, и поверьте, в одном и в другом направлении она хорошая, если все правильно выстроено, так скажем, в ту целевую аудиторию, либо же, ну как, наверное, правильно сказать, даже, ну вот, в то накопленное и умение работать с нашими пациентами, что мы выстроили годами, а если мы готовы работать только на такой, скажем, эпиляции лазерной и на аппаратах, которые недорого стоят, и наша задача просто, знаете, как утюжком проходиться и деньги забирать, ну, у такого бизнеса у него совершенно другой рынок. Как после карантина изменились способы поиска новых пациентов и персонала? новых пациентов? Ну, смотрите, что касается вообще карантина, да, очень хорошая история, на самом деле, наверное, нужен был такой вот толчок каждому руководителю, который занимается своим бизнесом, потому что, ну, как-то мы начинали превращаться в такое болото, да, то есть у нас было все хорошо и надо было убирать, а убирать очень не хотелось, то есть мы все ждали, когда же это, и вот это пришло незаметно, первое, что это внесло в наше понимание, то, что завтра мы не имеем возможности пополнить свой доход, а расходы остаются. и когда закончится вариант того, что мы будем полноправно работать на получение прибыли, в тех условиях, как мы привыкли это делать, мы не знали, то есть все владельцы своего бизнеса, а, как правило, эстетический бизнес, он арендный, даже если это открыто на помещение, ну да, есть возможность подождать, но для меня, даже когда я что-то делал на своих помещениях, я всегда оценивал так, если бы я это сдал в аренду, я бы получал вот так, значит, мы это вкладываем в себестоимость этого процесса, и забираем это как отдельно, ну, наверное, многие эти деньги считаются, вот, но большая часть, конечно, это все-таки арендных бизнесов, и мы в очередной раз увидели, с кем нам по пути, с кем нам не по пути, и с тех, кто сдает нам что-то в аренду, кто-то пошел на уступки, кто-то не пошел, где-то кому-то повезло, и это государственная собственность, это решилось автоматически, ну, то есть, эту лирику мы все знаем, мы все проходили, и много раз на нее говорили, мы сейчас не об этом, да, то есть, первое, что вот такое неплановое закрытие нам дало понять, это то, что бизнес не может существовать без дополнительных инвестиций, и эти дополнительные инвестиции, вот, как говорится, в семье там, или еще где-то, дай-ка я отложу на черный день, пришли к тому, что в любой компании нужно иметь определенную сумму, как вот показала практика на три месяца, да, то есть, которая позволит вам через три месяца запустить все процессы без, так скажем, каких-либо осложнений, потому что, если разбежится персонал, как это произошло в бизнесах непосредственно ресторанных, набрать новый персонал с таким же качеством, подходом, сервис-ориентированностью очень сложно, потому что, вроде бы, он немного зарабатывает, но тем не менее, да, у нас больше всего пострадали те центры, которые, ну, не захотели поддерживать своих администраторов, вот, четко могу сказать, что знаю примеры, когда администраторы остались недовольны тем, что они получили в этом периоде, и, естественно, они начали искать для себя более, так скажем, серьезных партнеров. Возвращаясь к вашему вопросу, что еще, да, то есть, именно с персоналом, и именно как поменялись клиенты, ну, где-то мы уже с вами обсудили ранее, что, во-первых, с учетом того, что мы переехали на удаленную работу, в большей степени, офисные сотрудники, они стали искать услугу ближе к дому. То есть, в этой ситуации выиграли те, кто имел уже сеть свою, но разбитую по городу в нескольких адресах. То есть, они находились и в центре, и, так скажем, ближе к спальным районам. Поэтому, вот, то, что я видел на конкретных примерах, где стоит и ваше оборудование, центров, да, просто произошла перезагрузка. Люди, которые получали услугу в центре, начали получать ее в тех районах, где они живут, под тем же брендом, потому что их все устраивало. Это вопрос задуматься о масштабировании тех, кто все-таки готов сегодня конкурировать. И мы, вот, я, например, не знаю в нашей, так скажем, эстетической медицине, в стоматологии, я знаю хороших операторов именно такой вот комплексной, услуги по городу, когда там, скажем, 7, 8, 12 клиник, а то и 20 клиник. А на эстетическом рынке в пределах одного города , ну вот, единицы. Как раз-таки посткризисный век объединений, он на эстетическом рынке будет происходить. То есть, как знаете, это было в торговых точках, когда 90-е годы все помнят, большие города около станции метро было безумное количество ларьков, которые торговали паленой водкой, сникерсом. Вот, вам это не напоминает эстетику сегодня? Мне нет. Вы знаете, нам повезло, ну, мы свое везение сами выбираем. Мы работаем с партнерами, а их больше тысячи в России. И, честно говоря, они мне ни разу ларьки не напоминают, потому что, понимая, что стоматология сформировалась раньше, но и в стоматологии больше запросов медицинских готовых. Когда я спрашивала, чем отвечается медицинская услуга, я имела в виду еще один аспект. А как к медицинской услуге относится пациент? Я сейчас не говорю потребитель, потому что это пациент, который получает медицинскую услугу. Мы всегда говорили медицинская помощь, мы ее не называли медицинской услугой, но раз это продается за деньги, пусть она будет называться медицинской услугой. Так вот, в стоматологии пациент знает, чего он хочет. Может, он и ошибается, но у него сформирована потребность, и у него есть достаточно четкий запрос, он знает, зачем он пришел в клинику, он понимает, каким финансовым ресурсом он обладает для того, чтобы выбрать из нескольких предложений то адекватное по цене, которое ему предложит клиника. Он и клинику также поддерживает. А в эстетике пациент не знает, чего он хочет в 90-е, если не сказать, больше процентов случаев. Там трудно ввести стандарты, там трудно создать алгоритмы, потому что 80 процентов, наверное, если не сказать больше, решетический запрос. Я хочу оставаться молодой и привлекательной, я хочу быть красивой, а что это такое, непонятно. Я хочу быть похожей на Анжелину Джолей, но бывает, что я хочу решить проблему там рубцов, там птоза, там конкретных морщин и так далее. Они разные немножечко, эстетические услуги, стоматологические и в многопрофильных клиниках есть свой подход. И вот когда вы говорите, что стоматологам есть что, вернее, организации частного бизнеса в стоматологии есть что привнести в эстетический бизнес, я с этим абсолютно согласна. Но в этом есть некая специфика и размытость, и поэтому работать в этом сложно. Это сложности, но в этом и возможности. я вижу, как профессионализм врачей, я вижу, как растут клиники в плане способа управления клиникой, как люди образовываются, как они участвуют в сессиях, как они учатся, идут, получают реально второе высшее образование по менеджменту. и они начинают относиться к этому бизнесу серьезно. По какой причине? Потому что он приносит деньги. И когда разговариваешь с собственником клиники многофункциональной, многопрофильной и спрашиваешь о квадратный метр в эстетической медицине, в стоматологии, в урологии, в гинекологии, в диагностике, какие деньги вам приносят, то эстетическая медицина, правильно организованная, приносит самый высокий маржинальный доход. И это потихонечку меняется. Поэтому ларьки уже давно в прошлом в эстетической медицине есть, конечно, ларьками можно назвать нелегалов, которые под видом салона оказывают митиноза. И их еще много. Но мне кажется, что это нелегальный сегмент, и, собственно говоря, с ним сравнивать профессиональный сегмент, но не имеет смысла. Это то, с чем нужно тем или иным образом справиться. Ирина Эдуардовна выкладывала Хрусталеву буквально на днях пост про то, как она в своей частной клинике, куда она пригласила специалиста-реаниматолога, которая всем сотрудникам клиники провела обучение по неотложной реанимационной помощи в условиях их амбулаторного медицинского учреждения. Вот это то, что по-хорошему должна сделать частная медицинская клиника, если она не под крылом крупного многопрофильного учреждения. Вы правы. Замечания это очень справедливые. Вопрос неотложной помощи мы начали решать года два с половиной назад, когда прогремели очень неприятные случаи в стоматологии, которые были летальны. И у нас есть юрист Алена Барсова, которая на сегодняшний день несмотря на все она взяла на себя функцию, она начинает читать. На нашем рынке появились лекторы это и Выскоп Максим, который читает на сегодняшний день неотложную помощь. Я не стал, честно скажу, хотя мы собрали тогда людей и сорганизовали, но могу сказать, что меня остановило лично, потому что наверное такой вопрос у всех будет, ну раз ты первый такой, а что ж ты не стал? могу выдать диплом государственного образца. А какой смысл мне тогда, знаете, это когда встречаются два консультанта, один другому и говорит, слушай, вот мне бы тут прибыль в моей организации поменять. Он говорит, ну все понятно, я могу рассказать. Тут на него смотрит, рассказать и я могу. Поэтому вопрос в том, да, если я обучаю людей, сынский персонал неотложной помощи, то это должна делать кафедра, которая дает диплом о повышении квалификации. И если, не дай бог, будет какой-то прецедент на эту тему, то юрист ваш сможет показать документы, когда, где, каким педагогическим составом было обучено. Все остальное, когда это делается без бумажки, лекциями, ваше право. Хотите слушать эти лекции, продолжайте слушать. Я в свое время тоже имел школу, которая обучала всем ботулотоксинам и филерам. И в конце дня выдавал диплом. Но это неправильно. Сегодня. Раньше было можно. Сегодня уже неправильно. Поэтому вопрос, время так течет, что оно заставляет нас соответствовать тому, что есть. Большие конгрессы сегодня предлагают баллы те, которые идут в зачет этому специалисту по его специализации. НКО и так далее. Это тоже становится для людей с одной стороны в новинку, а с другой стороны реально очень важно. Поэтому очень много что произошло. Ведь вы вспомните, как только появился приказ о 291 пластической хирургии, как много было недовольно. Вот когда пластическую хирургию поставили в звено того, что нужно соответствовать тем или другим требованиям. Насколько я знаю, сегодня и в эстетической косметологии произойдет тоже большие изменения, которые тоже могут многим наверное не понравиться. Но это говорит о том, что эта услуга становится под определенный скрипт, регламент, сервис. И она наблюдается Минздравом, потому что она является услугой в рамках нашего основного органа медицинского. Хотя не является бесплатной по ОМС и ДМС. Потому что не основная но тем не менее все в этой ситуации будет именно так. Можете ли вы описать идеальную модель взаимодействия между консультантом и собственником? Вот модель взаимодействия на ваш взгляд? Ну да наверное я постараюсь поставить такие вешечки на которые стоит обращать внимание. первое любой приходящий консультант он как репетитор которого вы нанимаете своему ребенку вы ему будете платить. Но не факт что у этого репетитора ребенок сдаст ЕГЭ на 100 баллов. Как правило не сдаст. Вот у меня в этом году было подтверждение именно того что если сравнить консультант и репетитор они выполняют свою работу. И обижаться не надо на этого консультанта репетитора что ваш бизнес или ваш ребенок не получил ваши ожидания. Надо просто регламентировать любую работу. Прописывать свои ожидания. Потому что как правило ожидания инвестора они завышены. Как только приходит человек либо управляющий либо консультант ему кажется ага сейчас я за свои деньги быстро все решу. То есть у меня там есть запрашиваемая им сумма я на него эту ответственность перекладываю пусть решает. Начинается следующее консультант говорит вы знаете вот хорошо бы сейчас продумать систему рекламы маркетинга того как поэтапно начинает идти. А он понимает что это та каша из топора ему придется все равно варить самому. И каждый раз видите вот искусство вот этого вот консультанта оно как в той сказке про солдата зависит от его харизмы. Если ему принесут к этому топору да одно второе третье значит суп получится не принесут будет горячий топор. это вот то что касается в моем понимании про всех консультантов. То есть для владельца консультант ну это наверное вот мы с вами обсуждали вопрос когда у нас была общая сессия мы говорили о наставничестве и вот более опытный тот кто уже создал этот бизнес когда передает свои так скажем ошибки второй может их услышать то есть если я прихожу в компанию и начинаю там что-то рекомендовать советовать такого никогда не происходит нет я смотрю за развитием всех процессов потому что ну не всегда тот человек который меня нанимает владелец и принимает окончательные решения потому что через призму он кого-то лучше услышит своего сотрудника зачем мне выстраивать новые мосты когда я войду и выйду ведь нужно же наладить внутренний процесс поэтому надо работать будет со всеми и с тем как вы правильно задавали вопрос нужно ли вот эти консультационные услуги то есть управляющим да конечно нужно по одной простой причине потому что он не читал такое количество книг не посещал такое количество семинаров или еще что-то которые посещает консалтер и как правило то есть консультант такого рода отвечает на примерно одни и те же вопросы чайщик офище каша малаша то да сё пятое десятое возьми сделай это очень распространенные вопросы про соцсети как ввести никак их можно делать все только команды если у тебя есть команда для этого если у тебя есть бюджет для этого и он и ты его сегодня вкладываешь завтра и будешь лучше чем вчера вот это сто процентов но при этом ничего не получится без бюджета без регламента скриптов без внутреннего порядка вот в этом я уверен на сто процентов а что внутри под каким соусом да пожалуйста что хотите добавляйте он должен быть готов к чему к каким изменениям к каким усилиям со своей стороны если он пригласил консультанта это человек который должен уметь управлять изменениями вот если он умеет Леша ключевое должен он если он не умеет то к чему он должен быть готов вот не умеет человек что это его бизнес вот каждое решение это его решение мы с вами можем цитировать то что с чего мы начинали наш эфир а не это у нас было к сожалению до эфира вы просили создать цитату и цитата такая которая бы характеризовала сегодняшний день бизнеса и так далее и вот разрешите ее просто зачитать это будет наверное как завершающая нашего эфира ситуация в бизнесе определяет наш каждодневный выбор а не мимолетная удача так как настоящая удача это выбор сделанный нами здесь и сейчас и вот в итоге мы относимся к ситуации с юмором или хватаемся за пистолет учимся или нет вот наверное в этой цитате в этой фразе ниоткуда не стыренный а проанализированный глубоко пропущенный через весь свой жизненный опыт и смысл кроется ответ для многих вот удача это наш выбор будем ли мы этим гордиться будет зависеть от нашего выбора поэтому посыпать голову пеплу можем только себе злиться на всех окружающих ну так мы разгоним всю команду по сути своей идеальных не бывает да то есть для этого и создается команда прекрасное завершение нашей беседы лёшечка спасибо огромное и если мы захотим поговорить еще я всегда буду рада доброго дня до сих пор до сих пор до сих пор Редактор субтитров А.Семкин